здравствуйте эфире программа юридический переводчик я и ведущий михаил кузьмин конкурентная разведка в информационном противоборстве и защите репутации об этом говорим сегодня с гостями нашей студии в гостях у нас сегодня специалист по конкурентной разведке информационной войне автор книг информационная атака выжить победить пережить победить конкурентная разведка маркетинг рисков и возможности василий ющук раз если и здравствуйте и специалист по управлению репутацией и конкурентной разведки автор книги управления репутацией пошаговое руководство евгений куранов здравствуйте гений давайте может быть начнем с того все-таки что такое у нас конкурентная разведка как ее понимать и может быть сразу цели задачи до конкурентной Ну вот чуть подробнее, как это работает на предприятии, с чего начинается, и может быть, как-то суть ее, что ли, Евгений? — Вообще конкурентная разведка — это выходец из государственной разведки, и там очень похожие есть методики, но разница в том, что конкурентная разведка действует в рамках правового поля, норм морали и нравственности. А в чем заключается? Это сбор, обработка и анализ информации для принятия управленческих решений, чтобы бизнес получил максимально конкурентные преимущества, чтобы можно было уберечься от определенных внешних рисков и найти вовремя ту возможность, чтобы вырасти в своем сегменте рынка. — Василий? — Конкурентная разведка, как сам термин, зачастую людьми воспринимается как разведка по конкуренту. Это не точно. На самом деле конкурентная разведка — это калька с английского competitive intelligence, дословная калька, competitive, конкурентная, intelligence, разведка. Но если брать смысловой перевод, то intelligence обозначает еще и информационно-аналитическая деятельность. Но поскольку это длинно, то смысл есть, а в названии неудобно ложиться, поэтому в ущерб смыслу урезали вот этот термин. Но вообще, если сделать смысловой его перевод, то это информационно-аналитическая деятельность в конкурентной среде. Вот это намного более точно. — То есть конкурентную среду, мы с вами понимаем, это не только конкуренты прямые, косвенные, но и, в принципе, вот эта вся работа с интересантами, стейкхолдерами, так называемыми. — Это не только бизнес, в первую очередь, потому что конкуренты воспринимаются как конкуренты в бизнесе, а вообще конкурентная среда, но чиновники тоже за должности конкурируют. В принципе, везде, где есть конкуренция, она не только в бизнесе, и там есть информация, информационное поле, это можно собирать, анализировать, и вот там конкурентная разведка, ее методы работают тоже. — Это вся вообще деятельность бизнеса во всей среде, то есть там неважно во взаимоотношении с конкурентом, и даже не бизнесом, да, Василий правильно сказал, что тут неважно кто, но взаимодействие субъекта, вот кем мы являемся, от чего имени мы работаем, как конкурентные разведчики, как вообще, в принципе, субъект рынка, чего бы то ни было, депутат, политик, кто угодно, там мы смотрим на всех, на конкурентов, на среду, на власть, мы рассматриваем... — По отношению, если к бизнесу, то вот отношение властей, других целевых аудиторий непосредственно на этот бизнес, да, если мы... — Законов законодательства и его изменения, оно же бывает существенное, может закон измениться так, что весь бизнес, ну, или закроется, или его надо перестраивать, так лучше заранее быть готовым к этому, чем столкнуться с этой неожиданностью. То есть, вообще, задача конкурентной разведки для бизнеса — это исключить сюрпризы из жизни. — Быть готовым. — Тогда, знаете, вот немножко о том, когда вот специалист по конкурентной разведке, ну, то есть вы, да, в данном случае, когда приходите на предприятие или сотрудничаете с предприятием, с какими проблемами приходится сталкиваться, я про то, что, знаете, часто слышу, что, например, одни сотрудники, допустим, один отдел занимается одним и, соответственно, как бы живет по своим правилам, руководство, соответственно, мысли, там, стратегиями, целями, перспективами, то есть в своем каком-то мире. И вот настроить вот эту тонкую грань, да, то есть вот как приходится, с чего начать, как это вообще делается. — Знаете, Михаил, самая вообще изначальная проблема в том, что, как правило, бизнес не в курсе, что такое конкурентная разведка. То есть буквально единицы, может, в пределах 10%, они такие, да, все хорошо, 90% им приходится еще объяснить и рассказать. И только там после 15-20 минут объяснения возможностей, к чему может прийти тот или иной бизнес, у них просто открываются глаза и говорят, а почему у нас этого нет? Действительно, мы же как лебедь, рак и щек, и каждый тянет куда-то, а единую систему, как правило, выработать сложно. Более того, увидеть какие-то риски в этом неналаженном взаимодействии еще сложнее бывает. И задача-то, по сути, выстроить нормальное взаимодействие и внутреннее, и внешнее, чтобы не было классических, скажем так, извиняюсь за выражение, косяков, когда люди выкладывают в социальных сетях чуть ли не коммерческую тайну, сфотографировав селфи на фоне монитора, на котором сзади какие-то коммерческие секреты, задачи, кого мы сейчас будем атаковать или кто является нашим противником, вплоть до просто конкретных любых мелочей. И задача конкурентной разведки во многом прийти и, как минимум, эти риски снять. Я уже даже не говорю про внешние вызовы. Тогда смотрите, вот этот аудит, так называемый, может быть, внутренний, а потом и внешний, то есть вот с какими целями он вообще выстраивается? То есть просто, чтобы все хорошо было внутри предприятия, при взаимодействии, может быть, с какими-то там властями, другими стейхолдерами, то есть вокруг предприятия? Или все-таки что-то еще, Василий? Ну, в принципе, это можно провести аналогию с известной сатирической сценкой, когда там рукава в порядке, пуговицы в порядке, а в целом костюм у тебя не в порядке. Тот самый пиджак Райкина, по-моему. Да, 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 вот именно я про него говорю. Дело в том, что зачастую, вот на практике, зачастую каждый, так скажем, отдел на предприятии, вот он отвечает за свою зону, и он делает так, чтобы в рамках своей зоны было хорошо. И часто возникает вот это вот, как бы белые пятна на стыках границ ответственности. Вот руководитель стратегически спланировал, подумал, куда мы идем, что мы делаем. Вот юристы посмотрели, мы там вот так вот юридически это все обставим. А когда начинаешь собирать вместе, получается, ну, например, вот мы там тему управления репутацией часто задеваем. Вот в управлении репутацией очень частая тема, когда, например, возникает суд, и в суде юристы, ну, мы, скажем, вот займем вот такую вот позицию. Ну, условно, вот что он не мог это сделать, потому что был недееспособен. И, как бы, юридически они суд, конечно, выиграют, но только после этого все скажут, у вас что, вот этот недееспособный, вот что, как он вообще там работать-то может. И вот здесь возникает этот как раз стык ответственности, который надо, ну, как бы, состыковать, объединить. Да, и говоря про стратегическое планирование, а конкурентная разведка к нему зачастую применяется, когда ты планируешь его стратегически, надо подумать вот не только, чтобы каждый о чем-то своем, а еще это все объединить вместе, и тогда, как единый механизм, всеми ножками компания перешагнет вперед и перешагнет в правильную сторону без каких-то проблем, которые вылезут в дальнейшем. Ну, тогда смотрите, то есть вот этот аудит, как я понимаю, это как будто бы такая штука нужная, и, ну, вот, его наладил, и все, да, то есть или все-таки это постоянно изменяющаяся какая-то вот вещь, которая под давлением, там, каких-то внешних сил, а может быть и внутренних тоже, то есть видоизменяется, что-то структурируется, и кто, самое главное, этим должен заниматься-то? Смотрите, Михаил, я думаю, тут ответ очевиден. Ситуация меняется все время. Да, да. Ситуация меняется. В зависимости от работы бизнеса. Так вот, наладить нормальную систему мониторинга, чтобы отслеживать ключевые упоминания, чтобы мы видели о том, как бизнес видят его целевые аудитории. Мало ли, какой-то негатив вышел, чтобы вовремя на него реагировать. Во многом здесь уже является такая постоянная кропотливая работа. До настройка. Ситуации меняются. Появляются новые спикеры. Там, кадровые перестановки происходят. В принципе, в некоторых небольших компаниях достаточно, по крайней мере, они так думают, что мы сейчас настроим мониторинг, и у нас все будет хорошо. Приходят, настраивают. У них происходит качественный, прям серьезный скачок. Но это не рекорды, скажем так. Это то, что в принципе должно происходить. Не просто волочиться по инерции куда-то, а двигаться вперед и видеть. И дальше только в постоянном развитии, в моментальном, по сути, отслеживании угроз и заключается работа конкурентных разведчиков в том, чтобы понять, откуда нам грозит какая-то опасность, где мы можем выхватить, скажем, вовремя выгоду с рынка. Это может быть какая угодно. Даже там, освободился специалист на рынке, очень-очень хороший. Вовремя его схватить. Вовремя схватить. Для каких целей? Ну, для бизнеса. Может быть, вы там хотите просто что-то еще узнать вообще. Он, может быть, обладатель уникальных сведений. Как угодно. Куда повернете вы этот инструмент, там он и будет вам приносить прибыль. Вот смотрите, мы сегодня с вами говорим об информационном противоборстве, защите репутации. Вот если брать вот тот самый мониторинг, да, то есть как его так вести и что необходимо делать, чтобы действительно вот эти угрозы вовремя как-то, ну, вот подхватить, да, и там нейтрализовать. Давайте вот, может быть, с этой точки зрения еще проанализируем. Вести его необходимо в постоянном режиме. Допустим, ну, тут есть разные варианты. Или с применением софта, который автоматизирует процесс, или без него в ручном варианте. Но основная суть в том, чтобы быстро реагировать на публичные негативные упоминания, которые возникают. Я сейчас говорю не про мелочевку, типа там плохой отзыв написали. Нет, это как бы такая отдельно более мелкая тема. Я про серьезные вызовы компании, которые могут к большим последствиям привести. Опять же, отличить еще надо, да, как-то вот эти серьезные, а вот какой-то мелочи. Ну, да, но сейчас мы просто отличаем, что там что-то в больших там СМИ у крупных блогеров, а не вот там на сайте отзывов написали. То есть что-то большое. Это надо оперативно отловить, чтобы, ну, во-первых, произошел сенсационный взрыв, яркий заголовок, скандал, все начинают растаскивать. Если твоего комментария там нет, все растаскивают без него, и информационное поле заполняется информацией, и тебе невыгодной. Причем, вполне возможно, она искаженная или интерпретированная, однобоко. Если ты вот успеешь в первый момент поставить свой комментарий, то уже ты как бы эту бомбу нейтрализуешь, да, она превратится уже в хлопушку, образно говоря. Есть такой отдельный еще лайфхак в мониторинге, которым пользуются в основном маленькие компании, у которых нет там отделов и чего-то. Правило. Если про вас пишут что-то реально большое и значимое, вам обязательно позвонят знакомые и скажут, ты видел, что про тебя написали. И вот это, вот тебе живой мониторинг, который не требует дополнительных каких-то затрат. Ну, конечно, лак по времени будет, ты что-то от этого, ну, хуже, чем если среагировать сразу, но абсолютно как бы такой небольшой лак по времени можно компенсировать другими действиями, не вопрос. Тогда, Евгений, с точки зрения, опять же, вот отличия, да, то есть вот какого-то маленького повода, да, то есть там отзыв и еще что-то. И, ну, вот такого какого-то большого серьезного вопроса, который нужно действительно брать и решать. То есть тогда, может быть, знаете, как вообще вот мониторинг так настраивать, чтобы все-таки уметь действительно понимать, где бах, а где вот что-то маленькое. И вот кто, опять же, должен немножко этим вот вопросом-то озадачиться? Кого вообще назначить на такую роль? Смотрите, давайте разобьем этот вопрос. В первую очередь, как определить последствия потенциальные? Насколько важный выхлоп или там это просто хлопок? В первую очередь необходимо оценить охват потенциальный. Если написал какой-то просто, ну, обычный пользователь, у которого 50 друзей у себя на странице, какую-то гадость про нашу компанию, а у нас компания, допустим, серьезная, у нее миллионы потребителей, и мы приходим туда и отвечаем, ну, на самом деле, это будет ошибка. Зачем так поступать? Бессмысленно. Потому что у него охват 50 человек. Ну, может, кто-то еще репостит что-нибудь. Но вряд ли. Потенциал здесь небольшой. А если об этом написали ведомости, коммерсант, написал, сказал, не знаю, Артемий Лебедев в своем блоге, все, что угодно, у чего охват измеряется сотнями тысяч человек, ура, РУ издание, там, все, что угодно, тогда точно необходимо реагировать максимально быстро. Вот здесь, как минимум, цифровой, скажем, Рубикон проходит, когда мы точно можем посчитать в каких-то последствиях. Но бывает так, что и в пустяковом СМИ выходит какая-нибудь прям ключевая вещь. Дальше нужно понять, как на нее реагировать. Давайте сейчас прервемся на небольшую паузу и продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова «У меня срок годности выше, взрослый я. Вон, Настеньки, документы почти оформили уже. Иностранцы. Документы? Куда? Собирают ее скоро». «Они же не нужны никак. И готово наше общество таких детей воспринимать». Фильм «Это не навсегда». «Это все временно. Мы скоро все наладим». В субботу на 31-м канале. Не пропустите. Здравствуйте, это «Личное мнение». Увидимся на 31-м. И мы продолжаем говорить о конкурентной разведке в информационном пространстве и защите репутации бизнесменов. В гостях у нас сегодня специалист по конкурентной разведке в информационной войне. Автор книг «Информационная атака. Выжить, пережить, победить». Конкурентная разведка «Маркетинг рисков и возможностей» Василий Ющук. И специалист по управлению репутацией конкурентной разведки. Автор книги «Управление репутацией пошагового руководства» Евгений Куранов. И давайте продолжим, Евгений, с точки зрения мониторинга, а именно тех самых пунктиков, которые действительно являются значимыми. Я просто ищу про то, что, знаете, вот кто-то там написал, пусть даже с небольшим количеством подписчиков, пользователей, может быть, это клиент какой-то даже там, может быть, не совсем довольный. А может ли это разрастись? То есть из вот этого маленького какого-то в какой-то такой бах, что называется, да, и пойдет там в официальные СМИ и так далее, так далее, так далее. Конечно, может, Михаил, само собой. Особенно, если кто-то за этим будет стоять и придавать этому прям нормальные усилия. Какой-нибудь, скажем так, специалист от ваших конкурентов, которому будет интересно объединить какую-то негативную информацию о вас, может быть, это он и инициировал этот выход, а дальше он может собрать с разных совершенно сторон. И на основании одного негатива, второго, третьего и двадцать восьмого собрать буквально уже статью в более серьезной. Смотрите, как у них все плохо. И здесь опять необходимо, чтобы мы отмониторили о том, что этот негатив вышел, что там необходимо подключаться. Мониторинг должен работать все время. Двадцать четыре на семь, особенно, когда у вас наступает кризис. Если вы расслабились, ну, вы пережили кризис, все хорошо, это не повод отключать мониторинг, ни в коем случае. Значит, насчет подключаться. Полностью согласен с Евгением, что если ты большая компания, про тебя написал кто-то маленький, не надо поднимать его на свой уровень и ему идти отвечать. Но в то же время есть прекрасный способ купирования вот таких вот потенциально опасных мелких вещей, как раз чтобы они потом не взлетели, не стали большими, ответить кем-то аналогичного уровня. То есть взять посредник, это посредник может быть бот-аккаунт, который как на равных человек с человеком поговорит и разъяснит ситуацию, скажет, да ты неправда, посмотри туда и сюда, и уже каждый там журналист или другой покупатель придет читать, посмотрит уже одно, значит, вот гадость про компанию, второе, что почему это ерунда, а не гадость, и уже как бы сенсационный эффект уйдет. Разговаривают люди. У каждого своему мнению. Да, то есть взять того, кто на равных, свою позицию там таким образом изложить, и вот ты уже сначала отмониторил, потом отреагировал и потенциально опасную ситуацию нивелировал. Смотрите, тогда вот это вот мониторинг и реагирование, это всегда должна быть, я не знаю, служба конкурентной разведки, ответка, опять же, она от кого должна сходить, там обязательно там первое лицо компании или кто-то вот поменьше, в каких случаях и как это выстраивать? Ну, сразу скажу, что первое лицо компании использовать, особенно в кризисных ситуациях, нужно очень осмотрительно. Когда случились какие-то действительно жертвы человеческие, надо выйти, сказать уже, прям с эмоциями. Если же происходит обычный технический сбой какой-то, не знаю, таракан в супе в ресторане, не должен директор ресторана прибегать с изменениями со всем остальным. Совершенно верно. Уж в публичной плоскости точно. Тут может там шеф кухни прийти, ну, в смысле просто какой-то технический персонал, главный инженер, если это другая какая-то деятельность. Но первое лицо, оно должно, скажем так, пожинать лавры, а какой-то негатив должен от него все-таки немножко отскакивать, его нужно уберегать. Потому что, когда много налипнет, тут все-таки там не тефлоновая личность. Там бывает так, что пристает, и дальше карьера начинает немножко буксовать. — И еще всегда есть вариант, когда отвечал кто-то, а не первое лицо, первому лицу вмешаться и сказать, ну, он как бы все не так понял, сейчас это разъясню по-другому. То есть это еще дополнительный маневр дает. — Можно понивелировать эту ситуацию. И с чего мы начали? С того, кто должен подключаться. Конкурентная разведка, первое лицо. По сути, не всегда это даже важно. Потому что могут подключаться пиарщики, могут службы по работе с возражениями. Но главное, чтобы они делали свою конкретную работу, не влезали в то, что им непонятно. Когда обычные возражения, пожалуйста, штатная, рутинная работа, люди пошли, разобрались, пришли, дали обратную связь. Все хорошо, инцидент исчерпан. Вычеркиваем. Я о чем скажу? К примеру, есть система мониторинга государственного. Допустим, инцидент-менеджмент называется. Если случилась какая-то не устраивающая людей, жителей ситуация, связанная с коммунальной инфраструктурой, с дорогами, с чем угодно, они могут на это пожаловаться в соцсетях во Вконтакте в первую очередь. И власти региона, в которых настроена эта система мониторинга, а сейчас с помощью Оно Диалог, такая организация есть, они настроили, по-моему, практически в каждом регионе. Может, кроме новых, не знаю еще пока про них. Но в большинстве регионов она настроена и достаточно там что-либо написать, что вот у меня на такой-то улице дырка, яма на улице. То есть отклик сразу именно от этой службы. Система мониторинга сама это все отслеживает. Она приносит это людям, которые занимаются снятием этих вопросов на уровне региона. У них включается, извиняюсь за выражение, счетчик. Им дается, по-моему, 48 часов, чтобы полно, максимально предметно разобраться, дать вежливый ответ, оперативно и действительно, чтобы ситуация была снята. Тогда Василий, с точки зрения... Я еще продолжу эту мысль. Как раз вот именно это еще может использоваться, ну так скажем, недобросовестными людьми в целях как раз вот конкурентной борьбы за, например, должность там мэра, прокурора и еще кого-то. То есть люди, сидит какой-нибудь там богатый человек, который думает, ага, я хотел бы вот там свою думу, допустим, завести в город, еще бы своего мэра неплохо, тогда вообще-то деньги на что распределить? Дума определяет сама, твой мэр тратит сам, еще если прокурора под себя подмять, то еще никто не контролирует, вообще просто клондайк и начинается. Система мониторинга есть, скандалов не надо, за этим следят и начинается как раз организация вала скандалов. Мэр плохо работает, у него яма раз, яма два, яма три, а эти там смотрят им, как реагируют, счетчик ему начинает надоедать. Если нет противоположной позиции, которая объясняет, что это просто постановка для того, чтобы один человек поджал всех под себя, то действительно начинает копиться негатив и потом, а если этого мэра поменять, а может станет тихо, давайте поменяем, поменяли, тот, допустим, пролоббировал, чтобы нужного ему человека, все хорошо. И так вот качают, 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 пока всех ненужных с дерева не скинут, нужных поставят и все. И сразу специально тихо делают. Все будет тихо, аккуратно. А потому что что? Потому что то, о чем говорит Евгений, это просто каналы, по которым информация распространяется, в которых их смотрят, не понимая механизм функционирования, этим можно как инструментом пользоваться, манипулировать. Смотрите, тогда хочется немножко подразбирать тот момент, чтобы не дать вот этому ходу, да? То есть когда вот, вроде бы какая-то пустяшная штука, ну пусть там яма на дороге, кто-то в нее попал, но вроде бы обидно, но не настолько, чтобы вот раздувать это. А это раздувают. То есть для того, чтобы вот, например, как сказали, какая-то цель за этим преследуется. А помните еще вот эти раздувания, например, когда лица чиновников рисовали на асфальте, а яма, это род у них была. Вот. Или там ставят таблички возле ям, вбивают, типа, это яма, имени мэра такого-то, это яма имени вице-мэра такого-то, вот раздувание. Ну вот смотрите, чтобы это все-таки не дать, вот это раздуть до такого уровня, когда там, я не знаю, вплоть до президента это долетит. Как пресекать такие вещи? Опять же, кто этим должен заниматься? Может быть, какая-то служба? Плюс подключать какие-то внешние ресурсы? Как это грамотно выстроить, Евгений? Мы говорим именно про муниципальный сектор, где... А давайте вот это все умникает. Давайте, да, и то и другое, да. Потому что случаи разные, то есть могут включиться... Ну тут есть специфика. У муниципального, допустим, ну вот такая ситуация происходит, но муниципальные включены в, как и государственные, в жесткую иерархию, где, в принципе, не любят, когда кто-то что-то делает, и любые телодвижения чиновников пресекаются, и публичное поле они не ходят. Поэтому здесь как раз надо подключать кого-нибудь стороннего, кому каким-то образом информацию предоставлять это все. Ну, обсуждаешь, допустим, механизм, как она к тебе попала, что ты говоришь, и тогда чиновники могут говорить, ну, а мы без понятия. И они сами, они просто пришли, и частные лица хотят делать, там, мы-то что. Ну, то есть увести от себя вот этот самый огонь, да? Да, но просто тут приходится делать вот такую хитрость, а, допустим, в бизнесе такой хитрости не надо. Бизнес, там, директор решил, мы отбиваемся, мы говорим, но он вышел в публичное поле, там, ну, там, пресс-службу выпустил пиарщика, там, ну, кого-то, короче, полномочил, и он пошел. И вот эту вот такую хитрость отделения делать не обязательно. Чтобы, да, не разгорелся. Даже для бизнеса бывает неравновесная борьба, когда… Нет, бывает, ситуации бывают, но просто в муниципальных это, ну, прям обязательно, они без пресс-службы, у них только пресс-служба может отвечать. Поэтому тебе надо, тебя долбят, пресс-служба молчит, начальнику без разницы, что делать, и приходится так выходить. А бизнес, он все-таки уже может от этого отказаться, и он как бы сознательно, то есть, ну, от ситуации типа надо, мы это разделим, а не надо, можем и от своего имени идти. И даже там, ну, то, что говорили, первые лица выступают или не первые. Первые, да, я согласен, их надо беречь, но это не значит, что им прям нельзя-нельзя выступать. Надо по ситуации, может быть, и можно им выступать. И, ну, даже если посмотреть там на уровне государства, ну, у нас первое лицо президента тоже в каких-то ситуациях выступает. Не во всех, а это по смыслу подбирается, где надо. А где не надо. То есть, с точки зрения смысла, может быть, да, где надо, где не надо. Да, с точки зрения смысла тут ситуация даже достаточно проще. Если раздувается то, что вам не нужно, вам необходимо максимально оперативно подключиться, понять, что действительно есть потенциал большого раздувания, залета наверх. Да, да. И в этот момент уже необходимо понять. Так, здравствуйте. Мы столкнулись с ситуацией информационного кризиса. Мы включаем наш регламент, если действительно мы видим потенциал большой. Мы включаем антикризисный регламент и в этот момент начинаем максимально оперативно реагировать. Как это будет выстроено реагирование? Все зависит от ситуации. Ну, как правило, бизнес выступает сам. У нас, правда, были случаи, когда у нас разгорался скандал вплоть до уровня президента. И где мы, где президент. Но нам необходимо было срочно ответить президенту. Ну, то есть, как минимум, известить его. А как мы это можем сделать? Ну, нам необходимо тогда было задействовать в принципе независимые от нас, в том числе, СМИ, которые бы разобрались в ситуации и донесли опять же к вопросу про мониторинг. Мы понимаем, что у тех или иных первых лиц есть определенная система мониторинга. И если у первого лица на столе лежит пачка листов, и в нем, собственно говоря, результаты мониторинга. И, допустим, первым обычно идет негатив. Он такой смотрит, так, негатив. Ну, как же так? Если в этот момент туда срочно внедрить свою информацию, что он будет читать? А что он будет читать? Наверняка какие-то статьи с его упоминанием и с упоминанием, допустим, нашего бизнеса. Если мы подадим эту информацию так, как нам нужно, о чем Василий уже говорил, в максимально короткие оперативные сроки, и она будет исчерпывающая, и от нее можно будет уже отталкиваться, в ней будет видна вся история, что это не просто какой-то скандал, а он, например, инспирирован кем-то, в чьих-то интересах он развивается, кто-то его раздувает. Почему? Зачем? И ситуация уже идет по-другому. А еще если что-то, вот руководителя вводят за нос, чтобы ему еще было обидно, и он такой, да вы что? Да, на эмоциях, да. Мы именно через это тогда и раскрутили ситуацию, что Путина пытаются просто надуть. Ага. И все. Ну действительно, то есть исчерпывающая информация, то есть она тем самым как бы и закрывает, уже не будет вот этого там дальше хода, если она полностью уже понятна и известна, да? Когда нечего додумывать, додумывать и не будут. То есть если Вы постараетесь максимально ответить на все вопросы, которые могут быть заданы в ситуации, то все карты в руки Вам. Вы управляете повесткой. Вопрос в том, что ситуации бывают разные, и бывают, где однозначно ты прав, и тебя пытаются там опорочить что-то навешать. А бывают, когда, ну правда, вот, допустим, ты даже неплохой, ну компания твоя. Но вот, допустим, закон говорит, надо делать вот так, а сложившаяся практика на рынке говорит, делайте вот так. И тебя как раз в это атакуют, что ты делаешь не по закону. И вот тут как бы такая тонкая очень грань, и аргументы против тебя тоже выставлять могут. Поэтому, да, ты можешь понятно объяснить свою позицию, обоставать, но тут как бы все равно будет, ну как бы точка вот равновесия где-то установлена, но полностью ты как бы вряд ли врага положишь. Смотрите, вот с информацией, которая распространена через интернет, да, то есть вот здесь что делать? То есть в первую очередь, может быть, чтобы она не расползалась. Если уж расползлась тогда, что делать? То есть можно ли ее, в принципе, удалить как-то? Что вот скажете? Мы говорим сейчас про негативную информацию. Да, 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 конечно. Ну, в принципе, интернет полон негатива, ничего в этом страшного нет. Все можно найти даже, что хочешь. Да, и кнопки удалить все тоже нет. Перезагрузить. Закрыть компьютер. Да, закрыть компьютер, пойти в лес и нормально. И, кстати, часто это вот людям, клиентам, которые приходят с чем-то, говорю, реально у вас есть вариант номер один выбор не читать. Вы читаете, расстраиваетесь, но там делать ничего не хотите, не читайте. Если вас последствия не смущают, это реально выход. Да. Но опять же, смотрите, репутационные риски остаются. Что делать? Само собой. Негатив, если действительно он вам не нужен, он прям противоречит здравому смыслу, какой бы то он ни был, конечно, его можно удалить. Все зависит от негатива, от той площадки, на которой распространяется этот негатив, от людей, которые его разгоняют. Не всегда это возможно, но, тем не менее, те же самые, допустим, отзывы, если мы говорим про всякие, да, можно зайти на Яндекс, Бизнес или там 2GIS сервис. И, ну, вот у меня регулярно бывает, получаю в мониторинге отзыв, горите в аду, вы достойны чего там угодно, там просто поливание всеми помоями на свете. А при этом достаточно взглянуть в регламент этой площадки, и там написано, отзыв должен содержать опыт клиентского взаимодействия. То есть, я пришел, меня встретили какие-то люди, в общем, всю историю вот эту расписывать. Если же там сплошные ругательства, эмоции, клиентского опыта нет. Просто на основании пункта 3, 1 правил, отзыв не отвечает этому пункту. Необходимо удалить, да? Хоп, все, 2 часа проходит, отзыва нет. Ну, вот самое простое. Ну, да. Такие моменты, как действительно самые простецкие. Дальше, если негатив запускает просто какой-то человек у себя там в соцсетях, подконтрольных площадках, ну, его необходимо деанонимизировать, понять, кто это такой, в принципе, разобраться в его ситуации, позвонить. Если действительно вы можете ему что-то помочь каким-то образом, бизнес может, и он готов идти на разговор, как правило, он просто пойдет сам удалит. Если просто какая-то площадка в интернете висит, какая-то очень странная, непонятная, можно понять, кто ее хозяева. Есть сервисы, которые с той или иной долей вероятности могут показать все-таки, кто хозяин этой площадки. Даже если вы можете не узнать ее, вы можете обратиться к хостинг-провайдеру и сказать, «Здравствуйте, мы тут планируем судебное расследование, вот бумаги, вот наша копия искового заявления, вам оно надо?» И иногда это срабатывает, они такие «Нет, спасибо, мы удалим, это слишком токсичная информация». Давайте прервемся опять на небольшую паузу и, собственно, после этого продолжим. Вы слушаете «Радио Спутник». Разберемся. Здравствуйте, это «Личное мнение». Увидимся в 31-м. Последняя попытка спасти человечество провалилась. Астероид Матильда диаметром свыше 110 километров столкнется с Землей ровно через три недели. Да нет. Я сном! Как развлечешься перед концом света? Всего по нему наугу. Пришел я домой, а по телевизору говорят 20 дней. Человек не должен знать свой смертный час, не по-божески это. Вы не могли бы проявить милосердие, впервые в жизни пренебречь законом и позволить нам уехать, чтобы я дала своему другу последний шанс побыть с той, кого он любит, пока мы с Сеней отошли в мир иной. Я разрушила твою жизнь. Ваша машина конфискорна. Может, вас подбросить куда-нибудь? В Делавер? Нет, далеко. По уточненным расчетам, Матильда войдет в атмосферу Земли на неделю раньше. Удачи! Фильм «Ищу друга» на конец света. В пятницу на 31-м канале. И мы продолжаем говорить о конкурентной разведке в информационном противоборстве и защите репутации. В гостях у нас сегодня специалист по конкурентной разведке и информационной войне, автор книг «Информационная атака. Выжить, пережить, победить», «Конкурентная разведка. Маркетинг рисков и возможностей» Василий Ющук, и специалист по управлению репутацией конкурентной разведки, автор книги «Управление репутацией. Пошаговое руководство» Евгений Куранов. Давайте продолжим, Василий. Про удаление информации я расскажу историю. В одном телеграм-канале анонимном вышла статья про компанию, о том, какая она плохая и нехорошая, туда рассказали и с небылицами в том числе. И вот я читаю в чате безопасников, руководителей, сотрудников службы безопасности. Вот, про нас написали, да надо найти, вычислить, да там уголовное дело, да там клевета, да мы сейчас там их всех. Я читаю, они там уже второй час рассказывают друг другу, как они будут деанонимизировать телеграм-канал, что если пользователь в Украине это осложнит, но они все равно, и уголовное дело, и что-то там. Я читаю там, говорю, господа, вам это зачем? Такие, в смысле, мы найдем, мы там это сейчас. Разберемся. Подождите, вот, а какая у Вас цель? У Вас цель из того, что я вижу, чтобы вот эта информация не нанесла вреда компании. Ну, написан там откровенный бред. Так Вы в источниках, которые прочитают, ну, Ваша целевая аудитория, там, соответственно, клиенты, руководители, то есть в блоге, в СМИ где-то разместите, позицию разъясняющую, что происходит, и все. Бегать за анонимным телеграм-каналом, кроме как набегаться, не даст Вам ничего. И, хорошо, Вы найдете там, проявите чудеса просто поиска, и установите, кто им владеет, а что дальше Вы делать будете. А задача-то какая-то? Задача? У Вас просто какие-то есть инструменты, которыми Вы владеете, Вы их пытаетесь применить, забыв про то, что задача-то вообще-то не соответствует. Это к вопросу про удаление информации, что ее не всегда возможно удалить, и более того, зачастую не всегда нужно удалять. Да, вот Вы придете к автору такого телеграм-канала или паблика в интернете, в котором появился негатив про Вас, и что, придут такие строгие безопасники и скажут, ну-ка удали. Да, ай-яй-яй. Он такой, ну, конечно, я сейчас удалю. Да нет, так не будет. Он в этом же, собственно говоря, канале напишет, господа, друзья, меня тут режут, короче, уже нож приставляют и так далее, смотрите. И вот тогда Вы хлопот не оберетесь. Или же подобная ситуация может возникнуть, если Вы хотите, ну, так часто бывает, удалить информацию из СМИ путем опровержения. Когда компания подает иск, и в это время еще он не вступил в законную силу, и СМИ начинают нагревать. Смотрите, против нас подали иск, вот это вот статья успевайте прочитать. Да, слушайте, с телеграм-каналом анонимным, типа, нас срежут, ой-яй, это еще Вы по-божески отделаетесь, потому что не по-божески. Это Вам скажут, ну, типа, за денежку, да, Вы им заплатите нормальную денежку, они удалят на следующий день, в сетке из 10 телеграм-каналов появится перепечатка этого же самого. И еще и с подписи, что, да, заплатно пытались удалить. Да, и еще что-то, прирезать угрожали. И поэтому Вы получите за свои деньги удостерение геморроя, и все. Вы показываете собственную уязвимость тем самым, что вот это информация, которая для Вас критична. Да, да, да. Она для этого. Смотрите, вот хочется немножко разделить. Вот есть кризисные ситуации, да, кризисы бывают разные, не всегда умышленно кем-то спровоцированные. А есть, собственно, та самая информационная атака. То есть вот немножко разделить, в чем разница между этими составляющими, Василий? А мы сейчас именно про атаки или, в принципе, про конкурентную разведку? Вот давайте про конкурентные как раз вот эти вот вбросы какие-то, да. Про атаку информацию, хорошо. Так, вопрос еще раз. Ну вот немножко разницу, да, почувствовать, где вот эта вот кризисная ситуация, что с ней делать, да, и атака, то есть что там делать? Ну вот в принципе, как бы лежит на поверхности, атака это когда тебе целенаправленно атакуют. А вот как понять, что это все-таки как бы вот, ну, что такое? Кризисная ситуация, когда просто угрожающее попало, но может выстрелить, может не выстрелить, или там вот конфликт возник, но еще вот как бы никто никого не ударил, и ставки поднимаются, нагреваются. Ну, при атаке что? При атаке, ну, ладно, тебя атакуют. Вот когда человека бьют кулаками, ему уже понятно, у него нет же вопроса, это еще угроза, что тебя бить будут, или тебя бьют. Это кризис или уже удар, да? Да, вот как бы в информационном поле оно, в общем-то, тоже так абсолютно наглядно. То есть когда про тебя начинают писать конкретно что-то негативное, ты смотришь, кто это пишет, реальный человек или нереальный, анонимный источник или какой-то зарубежный агрегатор компромата. Ну, смотрите, то есть произошла какая-то ситуация, СМИ подняли, это атака или это, ну, вот кризисная ситуация? Ну, это зависит от причины, по которой они подняли. Если они подняли, потому что интересно, потому что, ну, просто... Да, последствия какие-то, конечно, информационный повод. Это еще не атака, да, это отработка инфоповода, это просто, ну, бабахнул скандал. А вот если кто-то занес денег и долбит, или, ну, допустим, человека там, журналиста плохо обслужили, и он такой, я вас из принципа буду уничтожать, вот он начинает фактически информационно атаковать конкретно... Собирать все, то есть против конкретного там игрока, да? Собирать не успокаивается, и, возможно, цель может быть... Ну, целью атаки и целью просто какого-то кризиса, она может быть разная, у кризиса она еще обычно не сформирована, а вот когда атака, там конкретно тебя атакуют, чтобы что-то. Ну, атаковать же ресурсы надо, вкладывать время, усилия, там, и все прочее. Обычно есть понимание, зачем. И атака, как правило, ее очень просто отличить тем, что она не заканчивается. То есть ситуация может произойти, к ней может быть привлечено внимание СМИ, но у нее есть вполне естественные экспоненты. Либо она просто отсутствует, где-то что-то написали, и все сошло на нет. Здесь на нет само не сойдет. Пока цели атакующего не будут достигнуты, и вы не поставите ему препятствия на пути, у него не будет, собственно говоря, причин останавливаться. Только из черпания бюджета. Начинается пережевывание, инфоповоды без конца, просто одно и то же по кругу гоняют годами иногда. Будут возвращаться, возвращаться и возвращаться. Тогда, может быть, знаете, принципы тогда действий. То есть, ну вот, произошел кризис, тогда что делать? То есть, вот там, опять же, первое лицо, не первое, должно сказать, слушайте, мы вот тут поработаем, все исправим, мы как бы вот нивелируем вот эту ситуацию. Или что? Тут порядок действий простой. Когда случился кризис, вы должны понять, что это действительно кризис, что это не ложная атака. Оцените его последствия возможные. Если вы поняли, да, это кризис, хорошо. В этот момент необходимо, желательно вообще заранее отработать со своими службами какие-то типовые кризисы, которые могут произойти. Это не всегда возможно, но это идеальная ситуация. Так вот, в этот самый момент желательно сразу сказать, ребят, мы действуем по плану там B. Хорошо. Значит, что он будет подразумевать? Формируется тут же позиция компании по произошедшему. Должно быть одно лицо, которое выходит к общественности и всегда его комментирует. Всем остальным необходимо запретить комментировать в кризисной ситуации, потому что будут кривотолки. Какой бы, может быть, какими позитивными моментами бы не руководствовался какой-то сотрудник. Это сказало одно, а тут другое. Каша в итоге потом, да. Потому что они что-то от нас скрывают. Более того, просто вышел сотрудник в соцсетях и говорит, нет, мы хорошие. И тут прибежало 50 троллей. Его просто заклевали, до эмоций довели, и он там тоже еще сорвался. Зачем это нужно? Есть условный, чаще всего это пресс-секретарь, специально обученный человек, который может вставать под камеры, микрофоны, давать комментарии, несмотря ни на какой шум, все, что бы ни происходило, он будет выдавать комментарии компании. Если необходимо первое лицо, пусть выйдет первое лицо, скажет все, что нужно. Хорошо. При этом должен работать мониторинг, опять же, 24 на 7. Вы должны задействовать все информационные каналы вашей компании, которые есть. Публиковать информацию на сайте, в социальных сетях, отвечать на комментарии, быть готовым, то есть разослать вашу позицию журналистам. У вас должны быть списки, просто рассылки. И готовить их в кризис уже будет поздно. Подготовить компанию именно к преодолению этого кризиса нужно заранее. Многие вещи проходят... Ну да, тем более, если мы берем кризис, все равно это более-менее как-то прогнозируемо. Конечно. Кризисы случаются, просто 80% кризисов можно предугадать, 100%. Есть, конечно, там, черные лебеди, которые... Ой, как же так? Но, грубо говоря, в случае некачественного обслуживания, конечно, мы можем прогнозировать. Если у нас опасное производство, не дай бог что-то с людьми случись, но мы должны на это реагировать и понимать, что у нас есть... То есть некий план, собственно, он должен быть. Конечно. Причем информационная атака — это же элемент информационной войны. А война, как правило, ведется всеми доступными способами. То есть, допустим, какое-нибудь экологическое движение атакует компанию. Ну, помимо информационной атаки, они же и куда-нибудь жалобы пишут. Вот это административный ресурс плюс юридическое поле. Юристов натравливают это. То есть по всем фронтам. Экономический, административный, информационный. Вот все, на что фантазии хватает. И поэтому большие компании отвечают тоже по всем фронтам. Они используют параллельно все варианты. То есть здесь мы информационно отбиваемся, здесь мы юридически, допустим, отбиваем их претензии и цепляемся к ним самим за вот то-то и то-то, чтобы им неповадно было. Они же, когда в драки на тебя бросаются, надо же избиение в формат драки переводить, а не просто терпеть стоять. И таким образом не стоит рассматривать информационную атаку как что-то вот такое мелкое в одной точке. Это на самом деле очень большой объемный процесс, где идет борьба просто всеми силами по всем фронтам. Ну, если мы говорим, как правило, про большие компании, конечно, в малом бизнесе может быть что-то такое чисто местечковое, просто вот этот клиент там вот... А тогда с точки зрения, вот если мы берем вот кризис, то он более-менее как бы стабилен в какой-то как раз точке и так далее. А вот информационная компания, да, то есть атакующая, то есть она вот, как сказали, такая вот разрозненная и большая. Тогда вот как формировать то самое, ну, вот поле спикеров, да, которые должны сказать, что-то сказать там, что-то сделать? Как здесь? Тут вопрос, мне кажется, важнее даже, чем формировать поле спикеров, ну, обоюдно важный. Вот есть фраза прекрасная. «Если нет реальных дел, не спасет пиар-отдел». Вот для начала вопрос, вообще, что ты делаешь? Вот реально надо заниматься нормальными вещами, правильно их оформлять, иметь объяснение и для себя, тогда ты сможешь объяснить окружающим, что ты делаешь и почему это правильно. И вот когда у тебя здесь прикрыто на реальных делах, плюс кризисная ситуация, тебя долбят, пережевывают. Если ты подставишься, ты же новый инфоповод дашь, надо не подставиться об этом, подумать, продумать всё это. В долгую перспективу как бы держать себя и ситуацию в руках. И вот когда вот это выстроено, вот на это уже можно дать спикеров, которые будут объяснять нормальные вещи. Смотрите, а можно ли вот в таких ситуациях как-то использовать ресурс внутри компании, чтобы вот это всё объединить и как-то сколотить так, чтобы не подкопаться было с разных как раз углов. То есть здесь вроде как и на руководство могут наезжать, где-то, и на компанию, там на её продукт, и где-то что-то ещё. То есть вроде как такая многофакторная вещь, когда вот долбят просто с аффиксером. И вот как выстроить ту самую систему защиты. Смотрите, Михаил, тут в первую очередь система защиты будет профилактикой этих самых кризисов. Если вы изначально, как вот Василий сказал, у вас нет реальных дел, и вы сидите, занимаетесь очень странными делами какими-то, Вас за эти странные дела будут полоскать и будут правы. Что вы им противопоставите? И если вы понимаете, что бизнес, который приходит на Ниву конкурентной разведки и говорит, мне, наверное, он нужен, этот процесс, он, наверное, уже занимается более, скажем так, белым бизнесом. И, соответственно, конкурентный разведчик и скажет ему, он проанализирует ситуацию, скажет, а где у вас реальные дела? А почему у вас, у вашего там директора такой бэкграунд, что просто можно вот брать, вывешивать, короче, и с такими как бы друзьями врагов не надо? Может быть, что-то поменяем? И задавать вот неудобные вопросы, это, собственно говоря, одна из задач конкурентной разведки на этапе профилактики. И, опять же, когда у нас возникает тот самый кризис, неважно, какой это будет информатака или просто мы реагируем на ситуацию, здесь также должна, как Василий сказал, правильно, должен собраться, условно говоря, штаб. Когда мы понимаем, у кого можно взять информацию на старте, насколько она будет исчерпывающая, что нам ее не будут готовить два месяца, потому что она не собрана. И кто встает под камеры, кто не встает, это уже вторичная история. Главное, чтобы и камеры были, и они передали это нашим целевым аудиториям. Может быть, кризис вообще рассчитан на одного какого-нибудь человека. Тут очень большая шумиха. Тут же важно понять, какая цель у этого кризиса. И для этого необходимо с холодной головой подойти к самому началу. Да, вот Василий сказал, типа, а цель-то у вас какая? Зачем бегать там за автором на телеграм-канале? Кстати, иногда пулспикеров — это не то, что прям какие-то вот эдакие невероятные люди, например, пулспикеров. Это могут быть, ты знаешь, вот эти вот работники лояльны, и в какой-то ситуации ты можешь взять у них комментарии, они тебе скажут, а мы нашу фирму любим, у нас руководитель молодец, он нам столько всего хорошего сделал, и ты вот для этой задачи подкрепишься вот этим. Эти люди спикеры, но это спикеры не в смысле, руководители прислуж, там, или кто-то это. Тотраслевые эксперты, как-то. Обладатели, да, нужной информации по теме, которые готовы тебе ее предоставить, и не бояться это сделать под запись. Ну и, знаете, вот буквально два слова, то есть будущее конкурентной разведки, как вы увидите, то есть есть ли какое-то такое, что действительно будет что-то меняться, или это более-менее стандартная функция, которая должна быть на предприятии? Я люблю этот вопрос. Конкурентная разведка, поскольку это информационная аналитика, она очень сильно завязана на людях. Люди всегда одинаковые. У нас мозг кромодионца как был много тысяч лет назад, так и остается. Поэтому конкурентная разведка, как и обычная разведка, в своей основе будет в неизменном виде жить дальше, меняться у нее будет инструментарий. Инструментарий соответствует времени. Мы можем сравнить инструменты конкурентной разведки на ее старте в 80-е годы и посмотреть сейчас, где интернет, где соцсети. И если мы будем сидеть с инструментарием, тем мы уже не будем даже конкурентной разведки. Вот в этом, да, будет развитие, будут постоянные изменения. Но работа с психологией людей, с мотивацией их, самый нормальный шик, скажем так, с точки зрения конкурентной разведки, заставить человека подумать и сделать так, как тебе интересно, и чтобы он был убежден в том, что это он до этого дошел. Здорово. Спасибо вам большое за встречу. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok